Работы по замене деформационных швов на нечетной стороне моста у мясокомбината стартовали 21 сентября. Раньше ремонт проводили в круглосуточном режиме. Сейчас дорожников почти не видно, жалуются череповецкие автомобилисты. Слишком долго копается, что на Октябрьском мосту, так одним днем и все, а там копает и копает, не знаю, их и не видно, чтобы они работали. Пробка растягивается до самого северного шестерства. Погода все-таки внесла свои коррективы в работу коммунальных служб города. Технология укладки асфальта не позволяет работать в дождь и при низких температурах, говорят сотрудники подрядной организации. Именно по этой причине было решено перенести работы на четной стороне путепровода на следующий год. Об этом сегодня заявили в департаменте ЖКХ. Напомню, сейчас движение транспорта на путепроводной развязке организовано по одной стороне переправы, две полосы в сторону северного района и одна в город. На время ремонтных работ пришлось изменить и схему движения на одной из центральных улиц города. Теперь на перекрестке улицы Столиваров и Комсомольской сторону северного района. С крайней правой полосы можно ехать только направо. Такое ограничение временное, говорят в ГИБДД, пока ремонт не закончится. Тем временем улицу Устюженскую перекрыли полностью. Дорожники уже выполнили фрезерование. Завтра начнут укладывать нижний слой асфальта. Привести эту дорогу в порядок планируют к понедельнику. Тогда движение ограничат на улице Чкалова. Сейчас на этом участке демонтируют бордюрный камень. Пока работает спецтехника, подрядчики организовали реверсивное движение. С понедельника проехать по этой дороге будет нельзя, говорят коммунальщики. Отмечу, что раньше перекрывать этот участок дороги не планировали. Если будет открыто движение по улице Устюженской, планируется закрыть движение сразу на улице Чкалова. Также общественный транспорт, который раньше шел по улице Чкалова, будет переориентирован и пущен непосредственно уже по улице Устюженской. Предварительно мы планируем это перекрытие осуществить с понедельника, предстоящей недели, так как я сказал, и до окончания работ. Но постараются подрядчику уложиться в максимально короткие сроки, то есть в две недели. Привести все дороги в порядок коммунальщики должны к концу октября, несмотря на капризы погоды. К этому времени они должны устранить и недочеты на улице Столиваров, Металлургов и на Советском проспекте. По словам руководства департамента ЖКХ, на этих улицах не соблюден уклон, поэтому в некоторых местах во время дождя скапливаются лужи. Если работу над ошибками они выполнить не успеют, подрядчику придется заплатить штраф. Татьяна Жданова, Егор Плюснин. Новости.